Несколько советов успешного тренинга, которые точно помогут вам набрать мышечную массу и построить красивое тело, заслуживающее внимания, а также уважения. Итак, начнём. Как и в любом другом виде спорта, в бодибилдинге существуют свои правила, которых нужно придерживаться, чтобы не попасть на скамейку штрафников. Только эти правила необходимо соблюдать не только во время тренировки или во время соревнований, но и во время отдыха, во время работы или учёбы, во время прогулок, то есть всегда. И этих правил не так уж и много. И как раз-таки о них сейчас и пойдёт речь. Первое. Цель и план по достижению этой цели. Вы обязаны иметь цель ваших тренировок и план, которого будете придерживаться, чтобы дойти до этой цели, расписанной не один день, а на несколько месяцев вперёд. Например, если вы поставили перед собой цель, скажем, набрать несколько килограммов, то вы должны приходить в спортзал и направлять вашу тренировку на достижение этой цели. Сегодня, завтра и послезавтра, через месяц. То есть всегда, пока не выполните её. Не должно быть ни в коем случае ситуации, когда вы сегодня хотите сбросить вес, а завтра набрать. И ещё. Вы должны быть готовым всегда ответить на вопрос, а для чего ты делаешь то или иное упражнение? Так как каждое упражнение – это часть вашего плана по достижению поставленной цели. Номер два. Использовать тяжёлые веса. Именно тяжёлые веса заставляют наши мышцы расти. Чем больше мы поднимем вес, тем больше становятся наши мышцы. Это одно из основополагающих правил бодибилдинга. И не стоит ими пренебрегать. Если хотите нарастить ещё немного мышц, то постарайтесь накинуть ещё хотя бы один килограмм на штангу. Наше тело привыкает к одному и тому же весу и перестаёт расти. Следовательно, его надо удивить новым большим весом. Однако, я ни в коем случае не говорю, что вам надо увеличивать вес каждую тренировку. Да, и невозможно это. Однако, ставьте увеличение веса на одно из приоритетных мест в вашей программе тренировок. Номер три. Вода. Как бы ни странно это не звучало, но именно вода заставляет наши мышцы увеличиваться в размерах. Так как они на 75% состоят из воды. Употребляйте как можно больше чистой, негазированной воды. Во время и после тренировки она помогает разжижать нашу кровь, однако уменьшает выносливость. Номер четыре. Свободные веса. Тренажёры очень просты и комфортны в использовании, но они не являются самым эффективным средством наращивания мышечной массы. А суть в том, что они не дают мышцам, стабилизаторам работать и, следовательно, расти. Свободные же веса, в свою очередь, задействуют большее количество мышц. И, как следствие, дают лучший мышечный рост. Наиболее эффективные упражнения со свободными весами – это жим лёжа, становая тяга, приседания со штангой на плечах, подъём штанги на бицепс стоя, подъём штанги над головой, армейский жим, разводка гантелей лёжа, тяга штанги к животу в наклоне, тяга гантелей поочерёдно в наклоне и некоторые другие упражнения. Номер пять. Спортивное питание. Возможно, многие из вас скажут, можно ведь нарастить мышцы и без спортивного питания. Я отвечу, да, можно, только очень непросто. Вы смотрите, за раз организм вает 30 грамм белка. Чтобы получить эти самые 30 грамм качественного белка, нужно съесть 10 сырых белков за раз. Или всё-таки лучше выпить порцию очень вкусного протеина с молоком. Ответ очевиден. Понравилось видео? Ставь лайк. Подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok